добрый день или вечер или доброе утро или доброй ночи я не знаю в какое время суток вы смотрите вот это все но в любом случае мне это приятно я вас благодарю за то что вы смотрите за то что вы пишите комментарии и за то что материально поддержите канал иногда это тоже очень приятно ну а я что хочу сказать может быть трудно в это поверить но когда-то я тоже был маленьким да и слушал рок-музыку и одна из рок-музык вот кстати тут для любителей всяких бумажек меня там различные вини ломаны постоянно отергивать в комментариях я сам видела манного чего могу рассказать вини ломаном который меня одерживает просто ну я к тому что вот наклеечка record store day тоже которая увеличивает стоимость предмета обозреваемого вот я давно прошел уже тот период когда заморачивался над всякими бумажками и ценниками японскими я имею ввиду так что бог с ним одна из этих музык как я уже сказал это вот эта музыка это переиздание у меня как видно из лейбла от этого record store day который увеличивать стоит увеличивает стоимость этого новодела кто бы что ни говорил про новоделы староделы что ценнее что что сеть менее ценно но всем достаточно смешно мне уже сейчас так вот эта пластинка моего детства мы с андреем свином по-новым очень любили эту пластинку будучи панками кстати говоря уже тогда и как может панк любить хард-рок аэросмит может очень просто потому что и я уже говорил много раз люди которые слушают джаз и которые слушают симфоническую музыку серьезную и авангардную если они вменяемые если они открыты миру то они слушают и панк-рок и тяжелый рок и эстраду и все что угодно и соул и фанк и прочее прочее главное чтобы музыка была хорошая стиль совершенно не важен тут возник даже у меня какой-то такой мимолетный спор в котором я не принял участие по поводу второго альбома queen который то ли он прогрессив-рок то ли он глэм-рок после какая разница он хуже от этого станет если он глэм-рок или прогрессив-рок это вообще наплевать сто лет и забыть так вот мы панки слушали эту музыку и я ее слушаю до сих пор вот эту пастинку она мне очень нравится она в определенном смысле уникальна чем же уникальность ну в том смысле что в общем можно сказать что из этого альбома не то что выросла а звучание вот этих песен построение этих песен сами эти песни то как они исполнены как они записаны как они звучат это все дало толчок и гранжу и панку американскому и разным 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 направлением современной музыки современного рок-ролла куртка бэйн очень любил этот альбом да много кто его любил на самом деле и если перечислять группы на которых оказало влияние эта пластинка то ну это два листа а4 шрифтом не роман шрифтом times наверное даже 12 кеглем можно два листа а4 заполнить названиями групп которые взяли за основу сознательно или бессознательно звук вот этого альбома он невероятно кайфовый это какая-то квинтэссенция хард-рока на самом деле при том что удивительно что это абсолютно американская музыка тысяча процентная американская и очень патриотичная и группа стала я не скажу что национальными героями америки но американский рок американскую музыку а рок вообще в принципе американская музыка сам по себе сама вся рок музыка музыка американской поскольку родилась в америке и развивалась там и развилась как бы мы не относились там сейчас к америке не америке это дело 25 мы о культуре говорим сейчас они не о политике слава богу так вот при этом что пластинка действительно ну просто вот американская до последней молекулы своей и невероятно популярность группы в америке и во всем мире потом уже пошла именно с этого но с двух альбомов то есть на тек и вот это пластинка но это был последний удар уже такой забивший последний гвоздь в гроб критиков которые ругали группа аэросмет это идеальный хард-рок такой идеальный тяжелый рок которого много которые разнопланов и заключается не только в лексаут его дзек или на его очень много это ну как в любом стиле принять вот это ограничение стилевое она такое это такая убогость это так все нелепо потому что хард-рок до тяжелый гитарный громкий гитарный рок сотни тысяч групп играют эту музыку и все играют разное совершенно разное и при всем при том многие говорят что это самый английский альбом аэросмет и я с этим соглашусь да потому что начиналась группа как ну не хорошее слово как клон американский клон до rolling stones в принципе первые альбомы они да они прямо вот в ту сторону идут и здесь тоже rolling stones очень много в этой пластинке музыки stones подхода рейнг stones очень много и в гитарной игре и и во всем остальном и в барабанах да простит меня покойный чарли уоттс который великолепный просто джазовый барабанщик но stones он играл по-другому немножко вот и все это туда в сторону в сторону английского хард-рока но при этом в сторону the rolling stones the rolling stones играли музыку американскую английская группа да они выросли на американском ритм и блюзе вот такая вот петля получается интересная и в результате ну это шедевр действительно шедевр настоящий тут клейма негде ставить все песни настолько хороши настолько убойны если что мне не нравится кстати говоря песня combination который поет перри джо перри гитарист но это уже кусок кузовщина это мои уже мимо минусы моего вкуса скажем так back in the saddle снова в седле снова в седле вот это американщина американская музыка мы словом с но я снова в седле я скачу в город заскакиваю в придорожный бар там за 50 центов выпиваю стаканюгу и скачу дальше и покажу всем вам там что мало не покажется и пистолет у меня с собой все настоящая такая ковбойская история и как она спета тайлером на вынос просто просто на вынос на разрыв и шестиструнная бас-гитара на которой играет джо перри вот этот риф колоссальный басовой тут даже не буду пытаться озвучить просто настолько замечательно сколько неожиданно настолько здорово и это совсем не ровненько стоун сказалось вода но когда слушаешь гитары все-таки школа кита ричардса присутствует кто бы что ни говорил но джо перри мне нравится чем он не нравится своим звуком гитарным неповторимым совершенно грязнуля такая не смысле криво играет а звук вот хрипящий грязный такой гипсоновский звук просто ну к настоящий рок-н-ролл вот это настоящий рок-н-ролл без дураков абсолютно не ну эталон просто эталонная штука last child везде рифы везде рифы и back in the saddle last child и в раскачку в раскачку пошли вперед помедленнее чем back in the saddle но очень кайфово очень скачем с таким ой как хорошо да рейтинг и целор вообще 2 3 моя любимая песня 1 до консервал вторая новая фолд и рейтинг и seller крысы в подвале вроде бы до быстрая жесткая несущаяся просто пули эта песня крысы в подвале у меня она ассоциируется не с крысами в подвале когда я слушаю а с бандой мотоциклистов которые несутся по нью-йорку при этом не по манхэттену а разным другим местам там про по квинсу по бронксу по гарлиму и сзади девчонки сидят эти байкеры в коже несутся пьяные с сигаретами в зубах и куда-то уносится объехав нью-йорк уносится куда-то там в нью-джерси дальше ураганить а из нью-джерси уже куда-то там в вирджинию понеслись вперед и и это бесконечная дорога бесконечная вот этот угар просто трэш и угар как из один московский музыкант очень-очень здорово очень мощная песня комбинейшн я уже говорил что не очень как-то меня впечатляет но там хорошая гитарная история потому что джо перри я даю написал он и поет он и играет и там все интересно а вот на второй стороне начинается просто уже полная безумие с и к за дак торжественное гитарное начало звенящие гитары их много их тут вообще везде много перри по на записывал очень много всего причем при этом на гитаре здесь играет по моему не перри а перри полно здесь играет на бас-гитаре если память не изменяет но тем не менее очень много всего написано звучит и из этого торжественного гитарного аккордового такого начала дух пошла вот это отлично рок-н-ролл тяжелый рок-н-ролл просто вот идеальный как и все остальные песни просто эталон это действительно это ну как эти хотите услышать настоящий тяжелый рок слушайте рок слушайте с и как и так и когда заканчивается вдруг из паузы вот это вот гудение гудение и понеслась самая тяжелая песня noble's fault просто тяжесть грохот рушащихся домов разверзающаяся земля туда проваливается все человечество и летит куда-то уже в бездну просто вот вот такая песня вот такую а как это воспринималось молодыми советскими ребятами мной и андреем пановым даже не описать мы просто были в шоке просто такую музыку сыграть такую музыку придумать а при этом все это еще и под колырочкой все это с юмором все это с с издевкой никакого пафоса никакого подвострастия никакого никакого отношения к публике такой что мы вам сделаем красиво вот какую мы сыграли крутую музыку какие мы крутые музыканты это не крутые музыканты это в этом кайф что это не банда сессионщиков которые окончили беркли и играют идеально высекая ноты это полная чушь это настоящая команда рок-н-ролльщиков которые отрепетировали свои песни вышли и играют их и все и пошли в задницу все сессионные музыканты все консерватор щеки все вот эти вот высекальщики вот эти вот идиотские мы слушаем не гитаристов мы слушаем музыку мы слушаем эмоции мы получаем эмоции мы дышим этим этими эмоциями мы хватаем настроение музыкантов которые есть в этих песнях вот что главное в этом заключается искусство это искусство они высекания нот вот это ерунда полная это никому не нужно на самом деле абсолютно никому очень кайфовая песня get the lead out которые местами чуть-чуть похоже на вот zeppelin внутри там есть несколько таких интересных штучек интересных фишечек со сменой рисунка барабанного и басового которые вроде бы незаметны но когда слушаешь внимательно в середине есть и в конце на гитарном соло что-то похожее немножко на смену рисунков песни black dog вот zeppelin то есть такая же сбивка ритмическая но здесь она проходит почти незаметно но она есть она так украшает эту песню так здорово и еще там стоп тайме ки такие все время ближе к концу настолько точно сыграно ритмично точно синкопы стоп таймы вот эта песня она так такая вот музыкально настолько интересно настолько и вот ее снимать ее играть это одно сплошное удовольствие и и расковырять там внутри ты столько кайфа музыкального очень здорово ну и леканда promise песня просто откровенно похожая на слэйт только тяжелее в десять раз и и home tonight классическая баллада классическая лирическая такая лирическое песнопение группы aerosmith таких песен потом будет много еще и они станут хитами они будут на mtv крутиться но это все в будущем пока здесь она единственная вот это самое home tonight и слава богу может быть потому что все остальные песни это такой задор такой драйв такая энергия то может быть даже и хватит действительно уже последнюю надо было все-таки дать ножка передохнуть народу так что до сих пор сколько десятков лет прошло а я с удовольствием слушаю эту группу эту пластинку и слышу там очень много интересной музыки внутри так что вот я пошел пить ваше здоровье пока